Привет, это Дмитрий Низовцев, канал Штаб, и мы сегодня приехали на тайный съезд... Мы сегодня приехали на тайный съезд партии ЛДПР, совмещенный с днём рождения Михаила Дегтярёва. Всё происходит вот за этим заборчиком. Уже ничего не видно, потому что все переместились в парилку, но не беда. Мы вам сейчас расскажем всякие эксклюзивные штуки-дрюки про Дегтярёва. В парилочку сходим, венчиками похлопаем, поэтому будет интересно и познавательно. Вперёд за нами. Так, ну что же, где тут ваша эта порная? Смотрим, что там. Холодним венчиком мы нагоняем воздух на его раскалённое тело. Ну что, друзья, съезд проходит именно там, где мы и думали, и именно так, как мы и думали. Владимир Жириновский задаёт жару всем остальным членам партии. Нам осталось для того, чтобы попасть туда, слегка мимикрировать под ЛДПРовца, что я сейчас и сделаю, переоденусь в этот наш ЛДПРовский дресс-код. Подождите меня здесь и сейчас вам всё расскажу. Ну что ж, теперь я полностью переобулся, или даже я сказал, переоделся в члена партии ЛДПР. Не отличишь ни с какой попытки. Пока мои товарищи по партии предаются банным утехам, самое время напомнить, почему мы сейчас, вот именно сейчас, именно здесь. Ровно год назад был арестован, вы помните, Сергей Фургал, действующий и законно избранный губернатор моего родного Хабаровского края. Фургал называли ещё народным губернатором. Ему на смену Путин поставил Михаила Дегтярёва. Клички у него были попроще, например, Банщик или Миша Дурачок. Это правда. Хабаровчане после такой подмены, конечно, вышли протестовать, и это стало главным событием в лентах новостей и на самых лучших ютуб-каналах с кубиком на микрофоне. Но вы помните, сейчас протест, может быть, уже и не тот, как вам кажется, по крайней мере, нет больше людей на улицах, но они не исчезли, поверьте, совсем, их не испугали полицейские дубинки, и они не улетели на другую планету. Они живут там же, в нежно любимом Хабаровском крае, который вот тут, и уж точно среди них нет ни одного человека, который поверил бы всё-таки в эту путинскую сказку про Мишу Дурачка и Владимира Васильевича. Баню – это исконно русская традиция. Сюда приходили не только помыться, но и пообщаться, и просто отдохнуть. Другой Михаил Дегтярёв тоже хочет остаться в Хабаровском крае надолго. В сентябре он с помощью выборов попробует стать губернатором ещё на пять лет. Я понимаю, что вы уже, мужики, хихикаете на словах «выборы» и «Дегтярёв». Они смешно звучат рядом. В выборах Михаил поучаствует в четвёртый раз в жизни. До этого он пытался стать мэром Самары в 2006 году, а ещё, да, пожалуйста, мэром Москвы в 2013 и 2018. Называть те цифры, проценты, которые он набрал, неприлично даже в бане, поэтому пусть они просто появляются на экране, я при мужиках такие слова говорить не решусь. Первым делом Дегтярёв озаботился звучными и успешными лозунгами. Очень много намечено планов по улучшению жизни людей в Хабаровском крае. Я просто так не могу бросить всё начатое. По городу развесили баннеры с надписью «Нам есть чем гордиться», по которым сразу видно, что гордиться правительству и лично Дегтярёву, собственно говоря, особо нечем. Если только не считать наличие у Сурийских тигров и Шантарских островов на севере края. Ещё гордиться не стоит пунктуаций, потому что, да, тут так и написано, потому что на всех баннерах есть ошибка, лишняя запятая. Возможно, её нарисовали злобные оппоненты Дегтярёва. Правительство сначала оборонялось, а потом сказало, что это авторский стиль и чего вы придираетесь. Но потом лозунг пришлось сменить. Сейчас по всему Хабаровску развешаны совсем другие баннеры. На них написано «Дела важнее слов». Пожалуйста, да, «Дела важнее слов». Написано на баннерах по всему Хабаровску. Ну и так-то, да, дело свои люди Дегтярёва знают хорошо. Хорошо это проверено лично, но вы помните. Жаль, только уголовное дело так ничем и не кончилось. Ну и в новой лозунге, опять же, есть нюансы. Вот в этом самом деле «Дела важнее слов». Во-первых, поставленный Путиным губернатор настолько не популярен у будущих избирателей, что его лицо размещать рядом со слоганом просто страшно. Ставить что-нибудь нейтральное. Во-вторых, новые лозунги эффектно смотрелись бы на бортах. Спасибо за ваше здоровье. Так вот, эти самые лозунги эффектно смотрелись бы на бортах поддержанных московских троллейбусов, которые Дегтярёв перетащил из столицы. То есть троллейбусы ходят, и на них эти самые дела важнее слов. Электротранспорт – это символ Хабаровска. Наша задача его сохранить и чтобы парк обновлялся. Это экологически чистый и современный вид транспорта. Но случилась незадача. Когда один из таких старичков троллейбусов сломался прямо в центре города, то его фотография мигом стала популярней всех остальных. Лозунг, извините, зашкварили. Администрации даже пришлось потом выпускать опровержение о том, что ничего, это не троллейбус сломался, это не правда вообще все. Ну, господи, опровержение про сломанный троллейбус, мужики. О чем я рассказывал, господи. Так вот, какое невезение, скажете вы, и будете правы, потому что настоящее невезение, оно дальше. Кандидат в губернаторы от партии ЛДПР использует лозунг, украденный у единой России. Мы, ну, это просто чушь очередная. В общем, выражаясь проще, Дегтярев, а вот, кстати, он свой лозунг украл. И согласитесь, это надо постараться украть что-то у жуликов и воров, как это удалось Михаилу Владимировичу. Дела важнее слов, раньше Дегтярева уверяли и безвестные севастопольские единоросики, и новосибирский губернатор Травников, и даже одиозный антимайдановец Дмитрий Саблин. Дела важнее слов. Дмитрий Вадимович Саблин. Ну, а если лозунги это просто слова, то давайте все же немного о делах, ведь они все-таки важнее. Перейдя к власти, Дегтярев пообещал быть тираном, но тираны, они хоть что-то делают, а какие-то изменения от работы нелюбимого, ну, нелюбимого народа, а не вами, Владимир Вольфович, банщика, за почти год хабаровчане не почувствовали. Типичную работу Дегтярева я могу разобрать за одну минуту, на одном примере и на одном дыхании засекайте. Одна из немногих вещей, которыми гордимся мы, хабаровчане, это пятитысячная купюра с видами города. В мае пришла страшная новость, Хабаровска на пятерке скоро не будет, но человек с голосом робота, я извиняюсь, моментально разобрался. Хабаровску на купюре быть. Прикормленные эксперты чуть не захлебнулись от счастья, Дегтярев победил саму Набиулину, а у него талант лоббиста, но опять же невезуха. До 2030 года Хабаровск вообще-то с купюры убирать и так никто не собирался, а потом он тихо вступит в свое место Екатеринбурга, а до этого будут параллельно ходить купюры с изображением обоих городов. То есть, вы понимаете, это обманка и разводка. Цензурных слов благодарности для Дегтярева в этой ситуации у меня нет, поэтому только мемы. Меня сейчас многие называют идиотом, я это знаю. Если уж Миша Банщик решил стать тираном, то ролевой моделью он себе выбрал кого-то вроде главы Туркмении. Тот доктор наук, специалист по всем вопросам и мастер любых искусств, каждое слово которого на вес золота. А кто такой Дегтярев? Это человек, который, например, подарил городу благоустройство. А еще он великий миллиоратор, дающий мудрые советы, но требовательный, потому что спрашивать за миллиорацию тоже жестко. Не дать не взять наш туркмен-банщик. И отношение к нему соответствующее. Унижаться и присмыкаться перед ним приходится всем местным чиновникам, а кто-то вроде мэра Хабаровска, да, то самого Сергея Кравчука, делает это даже публично и с удовольствием. Можно я за губернатора? Да, 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 да. Я за губернатора. Я тварию с начальника, ведь он второй одесс. Противно ли вам на все это смотреть, я могу себе представить, а представьте, каково мне во всем этом участвовать. Гадость. Но есть ли конкуренция на будущих выборах губернатора Хабаровского края, который состоится 19 сентября этого года, спросите вы. И я, конечно, вашей любознательностью удивлюсь и отвечу твердо и четко. Вроде бы да. Сейчас об участии в выборах объявили 8 человек, по крайней мере, им это разрешили. Часто кандидатов в московской телеведущей Марина Ким, потому что хабаровчане за прежних все равно не проголосуют. А еще, вот смотрите за руками, муж пресс-секретаря Михаила Дегтярева, пресс-секретаря по фамилии. Да, неважно, все равно не запомните. А еще в кандидатах один представитель КПРФ, ну и так далее. Дегтяревская администрация пускает только технических кандидатов, это знают все, включая местных карикатуристов. Пройти муниципальный фильтр всем не дадут, но и без хоть каких-либо конкурентов Дегтяреву идти на выборы нельзя. А значит, наступает самый, что ни на есть подходящий момент для умного голосования. Благо, хабаровчане знают в нем толк, а я лично до сих пор считаю, что именно победа Фургала в 2019 году и дала вдохновение для этого самого умного голосования. Фух, какое счастье, оттуда вырвался. Слава богу, живой и я надеюсь, здоровый. Хотя, конечно, как же Вольфыч хлещет своим веником, прям страшно. Ну да ладно. В общем, вы поняли, друзья, умное голосование вполне может победить в Хабаровском крае. Распространяйте для этого вот этот самый ролик как можно больше. Показывайте его всем, ставьте лайки, передавайте. А с вами и специально для вас на закрытом съезде ЛДПР выживал Дмитрий Низовцев, Александр Гонзуревский и многие-многие другие, кто готовили этот эксклюзивный репортаж. Это был канал Штаб. Не прощаюсь, но на всякий случай до будущего раза. Пока.